Речь идет о твоей борьбе с клирикалами. Есть такая. На эту тему пришло потрясающее количество вопросов. Было более 50. Только на эту тему. И чаще всего людей интересует одно. Как зародилась религия в твоем представлении, и как уберечь детей от наступления клириков на школу? В моем представлении религия не зародилась. Нет, я все-таки адекватный человек. Так я же все это объяснял. У меня есть цикл «Драматургия и истории». Там в Ленинграде у замечательного Алексея Лушникова записали в студии. Мною тоже очень любили. Мною, да. Понимаешь, какая штука. У нас все ходы записаны. С нами нельзя жульничать, как Остап Бендер хотел пожульничать. У нас все ходы записаны. Вот любой человек, на какой мы работаем, любой человек, который хочет узнать, как все это дело зародилось, идет в музей сначала геологии. Понимает, вот как там были ракушки, всякие аммониты, ракушки, ракушки, потом постепенно, постепенно, слои, слои. Это все видно. Если сам не хочет копать, он может сам копать, в принципе, на огороде, на шестисотках. Он может углубляться, изучать, быть большим ученым. Может пойти, где уже все это сделано, в музей, геологический музей, планетарий, в конце концов, замечательный музей Дарвина. Он может открыть начало учебника биологии. Там есть такое рекапитуляция. Это развитие плода. То есть плод всегда во время беременности развивается от предковых форм, с хвостиком, с жабрами, со всеми плавниками, с всеми делами. Потом постепенно, постепенно он превращается уже в мою плесецкую. Так что все, но кто-то не превращается. То есть выглядит так же, но не превращайтесь в мою плесецкую. Хорошо. Да, так подожди. А сейчас вообще я не понимаю, в чем говорит религия. Каждый день, каждый день новости. Вчера, кстати, 64 человека сожгли эти исламисты. То есть отменить религию ничего не будет. Все будет нормально. Смерти каждый день. Инквизиция. Или почитайте Тацита, секта, когда сжигали христиане, Рим несколько раз сжигали, и Тацит пишет, что это человек-ненавистническая секта. То есть там, где начинаются религиозные дела, там начинается смерть. Просто отменить, и не будет разницы между людьми, не будет всех этих кошмарных дел. Наука всех объединяет. Понимаешь? Наука – это просвещение, радость, наслаждение. Остается дружба, любовь. Хорошо. Тогда встречный вопрос уже по ходу нашего разговора. Значит, ты хочешь сказать, что ты совсем отказываешься от идеи Бога? Или что-то подобного? Ну, сложно отказаться от того, чего, собственно, не существует. Но сначала должен появиться. Ты понимаешь? Ну, я тебе хочу сказать так. Ты потом, я тебя прошу выразить, я тебе сейчас объясню. Между нами уже. Я иногда, когда вижу, что контингент, ну, совсем войдите, использую, честно я тебе признаюсь, например, с актерами. Вот, когда репетируешь с актерами, чтобы что-то объяснить, это нереально. Это просто, ты можешь 10 монографий написать. Ты можешь через школу Станиславскую, ты можешь через биомеханику, ты можешь через Гротовского. Ничего не работает. Два варианта. Либо мат, как делает Ромочка Виктюк, да? Когда сначала про метафизика, божрица любви, гениальный, все потом говорит слово на букву «Б», и это, значит, народный артистка работает нормально. Либо, значит, просто уже Любимов замечательным фонариком показывал этому животному, показывал. А я иногда такую хитрость делал тоже. Я говорю, ты пойми, что ты работаешь для... Потому что эти идиоты, они же, я им дарю книжки, они не читают, поэтому лучше так. Более того, актеры настолько кретины, что даже, обрати внимание, даже если ты сейчас не вырежешь, это оставишь, они успеют, может быть, если они найдут время, они же ленивые, они не посмотрят на мое интервью, но даже если они посмотрят, они обидятся. Но через 20 минут они забудут мой текст, потому что текст они никто не держит, вообще никакой. И вылетит и про Бога, и про религию, и про все дела. Потом Бога я использую, ну вот не Бога, а эту идейку, использую, когда мне нужно, ну, в общем, и так все всегда легко, но когда кого-то нужно соблазнить, тут можно и тему поднять взаимопроникновение душ. В высшем смысле. Да, тут, а то, конечно, в высшем. А то у нас сейчас не запрещенное слово, юридическое, нет? А то? Тут ведь можно все вместе, и взаимопроникновение душ использовать, потому что они же необразованные, неважно. Сюда же можно к необразованным и тантрический секс. Потом астрал. Это очень, слово астрал производит гипнотическое. Замечательно, можно из любой религии брать нужное положение. На любого советского или постсоветского человека слово астрал происходит зомбирующее, магическое впечатление. Вот, и он, ай, астрал. Я говорю, ну ты понимаешь, что если, во-первых, взаимопроникновение душ, плюс астрал, плюс тантрический, уже это стопроцентный съем. Это стопроцентная гарантия секса. Понимаешь? Хорошо. Если мы говорим об этом, ты сам упомянул о своей режиссерской деятельности. Мы знаем, что ты сделал много. Мне очень нравится твой фильм, который ты сделал для итальянцев. Да, да, да. Маста спектаклей, в частности, и какие-то крупные события. Это было и 70-летие Елены Образцовой в Большом театре. А вот сейчас ты несколько меньше уделяешь внимания именно этому направлению своей деятельности. У тебя в основном мастер-классы. С чем это связано? Ну, во-первых, сейчас реальная жизнь и политика, и то, что происходит вместо политики, за место политики, это настоящий театр. Сейчас как бы в жизни театр интереснее, чем театр на сцене. Такие есть эпохи, да. И он не менее искусство ради искусства, оно такое же искусство ради искусства, то, что я люблю и признаю. Кроме того, опять же, я столько, вот смотри, я это делал в прошлом, ставил спектакль, буду в будущем. Просто сейчас я немножко от этого отдыхаю, живу чуть-чуть больше для себя, потому что так я живу для кого? Для публики и для этих вот дебилов, которым я пытаюсь объяснить. Но мне легче самому все сделать, все отыграть, потому что я вынужден объяснять актерам все, руки, пальцы, ноги, ставить интонации, они же совершенно никакие, и они все это забывают тут же. А зачем, если могу это все отыграть? Более того, у меня аудитория моих сольных лекций, мастер-классов, концертов певческих, или вот даже интервью, она больше, чем любая вместительность любого зала. Я трачу энергию, я на дебилов не растрачиваюсь, и так далее, и так далее. Понятно. Тогда, исходя из твоего ответа, такой вопрос. Как бы ты охарактеризовал в целом исторический момент в России сегодня? Как всегда. Что же у нас происходит в конечном счете? У нас один и тот же исторический момент, ну, может быть, там было полтора года в начале века, и в 90-е годы было лет 7-8, когда, ну не то, что свобода, ну да, свобода, когда можно было как-то развиваться. Сейчас все очень просто и банально. Вот чекисты спохватились, потому что они расслабились, они выпустили вожжи в конце 80-х, все рухнуло, потому что накрылась экономическая модель, и чекисты теперь взяли опять все в руки. На этот раз, я думаю, что так или иначе уже навсегда. Даже если официальный режим пойдет, это будет смена только декораций каких-то главных деятелей. Они сейчас опять все взяли, но на новой юридической технической базе. То есть они приватизировали то, чем они владели в СССР по должности временно, теперь все это приватизировали, поставили на псевдокапиталистические рельсы, такой госкапитализм, вывели эти деньги отсюда с местных концессий на запад, там их легализовали, и теперь даже если они здесь все потеряют, спокойно их дети, жены, на них переоформленная собственность, они будут дальше там продолжать жить. Это очень подлая историческая катастрофа, очень подлая, с которой сложно что-либо сделать, даже если будут сейчас западные ребятки выяснять, откуда происхождение капиталов. Это бесполезно, потому что юридически они все на детях и женах, а там право человека, и они не могут уже... То есть там даже если все понятно, но все ясно, вот там дети, жены, чиновников, ничего сделать нельзя, потому что тогда это как бы репрессия, хотя это не репрессии было бы все однеть, но вот что поделать. Тем более там леваки на Западе сейчас, и они всегда будут жалеть тот режим, который их создал на Западе, понимаешь? Это же все идет оттуда. Вообще бессмысленно, пойми, бессмысленно сейчас, вот оппозиция тоже, бессмысленно что-либо делать сейчас против конкретных и нынешних ребят, если не провести суда над тем, что было раньше. Вот если не провести Нюрнберг над прошлыми событиями, то сейчас это с корнем, если не вырвать, то ботва растет и все продолжается. Потому что сейчас это всего лишь ботва, понимаешь? То есть бессмысленно срезать каждый раз ботву. Без глубочайшей иллюстрации, без даже того, чтобы расследовать всю и пражскую весну, кто давил танками, без того, чтобы расследовать эти преступления, кто сажал, так сказать, несогласно, кто мучил там Новодворскую в тюрьме и так далее, в сумасшедшем доме. То есть это все не расследовано, и это все, наоборот, сейчас хотят запретить об этом говорить плохо, понимаешь? Специально, чтобы скрыть правду, чтобы скрыть преступление. Вот они, чекисты, вернули власть, они вернули все, они получили контроль полностью над экономикой, что можно было оформлено, как нужно уже там. И эта ситуация, я пока и конца не вижу, вот в обозримом будущем. Вот это суть момента. Суть момента заключается в том, что Россия, точнее, бывший Советский Союз и за всей предысторией не прошло то, что называется покаяние. Ну вот, увы, придется вернуться снова к религиозному термину. Не-не-не, не надо покаяния. Ну, Нюрнберг. Зачем покаяние? Германия перенесла. Можно обойтись, если будет Нюрнберг, можно обойтись без покаяния. Хорошо.